На повестке дня вкусная тема и повод есть подходящий. День хот-дога. В честь него в США даже отмечают национальный праздник. Все-таки любимое блюдо многих американцев. У нас поклонников быстрой еды тоже немало, и мы решили разобраться, отличается ли наш хот-дог от американского. И вообще, есть ли национальные особенности поедания фастфуда. Ксения Вахрушева, руководитель кулинарной школы, может приготовить любой бургер. А на хот-догах она вообще собаку съела. А это Фрай Митчелл. Он родился на родине хот-дога и знает толк в чизбургерах и сэндвичах. Сегодня ребята расскажут про особенности национального фастфуда. Итак, картошку фри и в Америке, и в России принято есть пальцами. Только вот в США после еды руки не моют. Фастфуд считается таким вкусным, что в прямом смысле пальчики оближешь. Я бы сказал, что у нас принято оближать пальцы, когда припава или соль на пальцах осталась. Но его любовь не картошка. Гамбургер в России, кстати, был кускотлета, теперь принято есть в перчатках. В кафе и ресторанах их подают вместе с заказом. Для девушек вот такие красивые розовые перчаточки. Мальчикам обычно подают черные перчатки. Все любят в них фотографироваться, так как считают, это очень необычно. И опять же, после того, как вы покушали, вы можете снять перчатки и оставить их, а ваши руки останутся чистыми. Это отчасти русская фишка, пришедшая к нам с Европы. Только вот на родине фастфуда о таком и не слышали. Там гамбургеры вообще едят на бегу. Кстати, американский бутерброд многие специально переворачивают котлетой вниз. Говорят, так вкуснее будет. Кому-то удобнее поворачивать вверх ногами, чтобы кушать вот так вот, и чтобы верхняя булочка осталась на верху. А вот хот-доги в Америке нужно есть по-особенному. Сосиску в булке там буквально на руках носят. Класть ее в тарелку считается неуважением. И вообще, хот-дог нужно проглотить за пять укусов. Ну, или за семь, если он гигантских размеров. На игре американского бейсбола самое популярное блюдо – это хот-дог. Они бывают очень большие, вот такие. В России таких правил нет. Вообще, по составу наши хот-доги мало отличаются от своих заморских собратьев. Только иногда в них еще добавляют соленые огурцы. Но главное, когда американцы пробуют русские хот-доги, то обычно кричат горько. Наша горчица, которая сразу же отличается, она обладает более ярким вкусом. Мы сейчас почувствовали в хот-доге, что да, это русская горчица. Впрочем, фрай вкус русского хот-дога оценил. И пусть уличная еда не слишком полезная, но все же вкусная. Хоть в Америке, хоть в России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова